здравствуйте гости друзья и коллеги вы на канале авто и болит меня зовут николай очень давно хотел вам показать свою плиту которой я отапливаю свой бокс вот как она выглядит эта компания термофор и делает сейчас я вам покажу вот такая компания термофор сейчас я вам покажу все ее и расскажу все ее плюсы ну и можно сказать минусы как я это понимаю как я ее завожу затапливаю вот и не расскажу процессе эксплуатации с чем я столкнулся что хорошо что плохо ну и так далее итак вот эта плита что они можно сказать сколько она стоит до начала совсем говорит искали сколько она стоит для начала потом все остальное стоила она я ее покупал три года назад она стоила 21000 что можно сделать чтобы она была дешевле ну можно взять плиту без вот этого будет закрыта полностью можно взять плиту без стекла будет тоже тут железка закрыта и так далее можно будет взять без сзади у этой плиты есть вот здесь вот тем термо обменник там теплообменник теплообменник там что такое теплообменник делать не люблю вот это знаете как смотрю бывает youtube как начнут такими заумными словами разговаривать я думаю что треть россии да больше как говорил миша евдокимов больше две трети россии не имеют таких это больших финансовых возможностей кроме всего прочего они умеют разговаривать такими заумными словами поэтому я буду говорить простыми словами где-то ошибусь ну извините простить академии не заканчивал и так теплообменник сзади есть он у нас на литр 200 грамм очень маленькое количество как бы воды кажется да но на самом деле этого этой воды вполне хватает распаливается печь и это вода нагревается сзади сейчас покажу вам есть два сейчас показать есть два выхода у этого теплообменника сейчас покажу вам вот смотрите вот видите два выхода есть первый и соответственно второй выход что я сделал я поставил вот здесь кран на всякий случай чтобы слить воду на зиму на лето то есть гоню ну и вот поднимаются два подача и так скажем обратка здесь я поставил от стиральной машины малютка бак нагревается вода здесь существует такой теплообменник вода холодная пускается вниз теплая поднимается вверх и далее далее вот здесь я сделал тоже выход и идет здесь вода горячая поступает она у меня на экран где я мою руки здесь у меня стоит кран который закрывает эту горячую воду если она мне не нужно здесь у меня подача вход холодной воды если мне нужно наполнить бак то я открываю эту воду вот так открываю и открываю этот и вот пошла вода в хату пошла туда вода если мне нужно наполнить там нижний уровень воды надо наполнить больше дальше если мне летом нужно только холодная вода я открываю кран и открываю холодную воду если мне нужно наполнить ведро например я открываю и наполняю ведро как можно наполнить его как холодной так и горячей водой ну далее теперь опять вроде бы я тут все а да теперь еще один момент пока сразу пока идет вдохновение я покупал отопительную как это называется батарею она в принципе здесь этой плите не нужна не нужно сейчас я вам объясню канал я ее подключил здесь а потом объясню зачем нужно на и вообще и для чего я это сделал вот видите одну вход сделал сюда выход сюда поставил ну это все серёга ставил ну в общем скажу я поставил насос забыл как он называется и вот здесь он у меня включается когда вода очень горячая становится она частенько становится очень горячий там и так для чего я ее начну я начал все с конца но это мое любимое изобретение все начать с конца потом возвратиться к началу у нас у всех друзья мои у нас у всех есть такая особенность когда мы видим что-то наподобие буржуйки или плиты у нас у нас у всех такая мысль в голове если стоит плита гараже она топится дровами значит это буржуйка если это буржуйка то обязательно к ней должны быть трубы и к ней должно быть и должны быть батареи обязательно паровое водяное отопление должно быть но это плита ко мне все кто заходят первым делом когда начинают смотреть на плиту они первым делом говорят так а где где батареи где батареи куда у тебя батарей сразу скажу что гараж у меня 15 метров в длину и в 6 в ширину 90 квадратов если это кубы то это 200 надо считать вот всегда помню как начинаю снимать сервера забываю 200 чем-то кубов да и все кто заходит начинают искать батарей эта плита работает без батарей она предназначена она вообще и делает новосибирск они придумали ее без батарей ей водяное отопление не нужно ей нужно только вот чтобы помыть посуду если вы на даче помыть руки ну набрать воды чтобы что-то машину вымыть до горячую воду вот но когда она рассчитана на 200 до ну да три высота короче она чуть меньше чем у меня кубов у меня кубов чуть больше она рассчитана чуть на меньше кубов она сама отапливает вот это все эти 200 с лишним кубов таким образом она загоняет холодный воздух вот сюда под ребра и выгоняет его отсюда пропуская через самок через саму себя воздух нагревается в помещении быстрее чем предметы у буржуйки наоборот буржуйка сначала ты подходишь к ней у тебя тепло отошел в дальний угол там уже холодно потому что туда инфракрасное тепло а вот что хотел сказать а у буржуйки инфракрасное тепло нам навевает предметы туда ну не доходит до дальних углов а у этой штукенции она прогревает воздух помещения весь холодный загоняет и теплым выпускай и постепенно после того как нагрелся воздух нагреваются предметы то есть обратный вариант это называется конвекционное тепло вот поэтому он саша александр привет тебе ты наверно смотришь однажды александр приехал ко мне мой друг и мы в дальнем конце бокса складывали дрова и вдруг в один момент я наблюдаю за ним он раз увидел что что-то его а и меня отдыхнуло теплым я-то знаю откуда это она загнала снизу холодный и по потолку запустила на него теплый на александр а он не поймет откуда дыхнуло теплым и он говорит откуда отдыхнуло так тепло я город батареи в другом конце гаража вот не может быть его можно то не может быть что так теплом дунуло это может то есть она вот умеет превращать холодный воздух в теплый воздух вот такая она уникальная так скажем да как она работает у нее есть можно посмотреть в окошко когда горит огонь у нее есть вот такое поддувало у нее есть вот такой вот клапан я не знаю видно сейчас там я поднял посмотрите вообще нет не видно вот видите вот я все покажу вот такой вот клапан внизу есть который регулирует подачу воздуха в саму топку если вы разожгли плиту то у вас идет за счет подачи воздуха идет горение она разгорелась вы закрываете поддувало и начинаете регулировать только вот этим вот клапаном вот так он устроен видите вот так он перекрывается вот так есть определенная подача и на определенной медленной подачи воздуха дрова тлеют леют леют леет она постоянно горячая ее нельзя разжигать минусы какие хотя это не минус этой эксплуатационные возможности и за ним нужно внимательно следить ее нельзя топить так как буржуйку нельзя ее напихивать дровами можно но нельзя разжигать ее так чтобы наша раскраснелась как буржуйка нельзя она быстрее придет в негодность у нее тонкий металл буржуйки гру побольше металл потолще в этой металл потоньше ну и она и не предназначена для этого для такого розжига сильного дальше еще один вариант сейчас посмотрю видно будет или нет вот вот так вот сделаю так вот тут есть вот такая вот штука шибер я все время путаю с шабером заточенным напильником вот это шибер он перекрывает полностью перекрывает ну как сказать может перекрыть на 90 процентов дымоход внутри есть такая железочка чуть-чуть срезанная на вот такая буквой с как бы да вот так вот и она перекрывает дымоход выход газов наружу вот казалось бы все устройство я вам ее описал здесь есть дожигатели специальные которые даже если вы все перекрываете все равно до кислорода есть она медленно медленно будет плеть и горит так пароводу рассказал про тот рассказал ведь рассказал все рассказал сейчас посмотрю как записалась и продолжу а ее наверное минусах какие я увидел для себя ну сейчас не о минусах сейчас нашел все таки ее инструкцию вот так она называется огонь батарея вот сколько у них всего есть в этой компании и как я запутался да у меня 270 кубов а она рассчитана на 250 кубов это огонь батарея 11 11 батарея по количеству вот этих вот ребер 11 и 11 b b это как раз ничего не надо думать на букву бы просто b это бак она с баком что хотел сказать пока я не рассказал о ее минусах как мне кажется минусах а батареи которые вам показывал алюминиевой для чего я ее поставил я так и не сказал я ее поставил для того чтобы когда в конце дня вода настолько сильно разогревается что ею ее нужно разводить можно ставить кран дам двойной чтобы ее отрегулировать и так далее будет нормально холодная под вода горячей водой совместить смеситель да чтобы смесь смесить эти две холодную горячую воды можно так сделать но мне жалко что горячая вода которая находится в баке никак не отапливает помещение и она нагревается настолько сильно что руки под воду поставить невозможно надо смещать буду да поэтому я решил поставить батарею одну и как я только у меня вот такой вот есть температурный градусник да как я только подошел посмотрел и температура воды в баке там наверху ну 40 50 60 я включаю насос и насос начинает прокачивать воду горячую в батареи и через прокачку воду воды батареи батарея охлаждает воду мне можно помыть руки и все остальное и плюс ко всему она еще отдает тепло в помещении то есть вот такой вот момент это у меня первый год я поставил батарею посмотреть пока зимы еще нету сегодня только минус 5 на улице вот сейчас я вам покажу наверное после минусов и и я покажу как она будет растапливаться через какое время она нагонит температуру минусы за не запотевает и как это сажей покрывается внутри стекло приходится его постоянно очищать я прихожу и начинаю свой день от того что очищаю стекло очищается она быстро сейчас покажу как она быстро очиститься дальше не знаю лопнула она посередине не знаю я что-то сюда уронил или еще что-то самое интересное что лопнула в середине лета когда я ее даже не топил но есть такая у меня такое подозрение что что-то упало у меня туда не знаю вот ну как всегда нужно выносить постоянно залу куда денешься не без этого автоматического выброса зал и нету дальше если сырые дрова надо чистить дымоход вот так ну ничего страшного здесь нет я тоже открываю один болтик вытаскиваю полностью когда не покажу если будут комментарии что надо показать как я это делаю я вам покажу как я чищу дымоход если засеку время это время займет ну максимум ну 20 минут максимум вот если кому-то будет интересно пишите в комментариях я покажу как устроен дымоход на улице без утеплителя без ничего но если кому интересно напишите я сделаю отдельный ролик про дымоход вот ну наверное все больше ничего здесь нет такого в минусах ничего нет можно сварить картошку пожарить яичницу можно с салом можно без вот дрова желательно что были сухие но это на любой плите должны быть сухие дрова да хотя первый год я топил сырыми никаких проблем так холодновато было да конечно она не на не дает такой температур но тем не менее горела все нормально все работает еще расскажу до четвертый год она у меня нигде ничего пока не отвалилась все пока целая все работает ну вроде бы не знаю вроде бы и все о чем еще сказать еще раз если кому-то интересно пишите расскажу объясню сниму и покажу ну Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 5 минут прошло, давно уже кипит чайник, уже давно. Горит она великолепно, сейчас покажу время и градуси, градуси 17 почти, да, да, 17. И время прошло ровно 5, 10, 5, 10, 15, 45 минут, без 15 минут час. Сразу скажу, что вчера не топился бокс, поэтому ему сейчас сложнее набрать температуру. Вчера сутки вообще нет, позавчера я был на работе, сегодня среда, я был в понедельник, вторник вообще не топил, поэтому ему сложнее. И то 45 минут и плюс 17 уже. То есть работать уже можно, уже можно переодеваться и работать 45 минут зимой, когда выпадает снег, допустим, да, вы пришли, растопили плиту, пошли прибирать снег, а тут на самом деле, я не знаю, увидите вы или нет, тут у меня место довольно большое. Нет, сейчас уже темно, вряд ли вы увидите. Место довольно большое, которое нужно будет расчищать от снега. Чайник уже кипит, еще раз показывал, да, вам, можно наливать мело чай, пить, ну, кушать и так далее, уже все разогрет. Итак, вы были на канале Автайболит, меня зовут Николай, спасибо, что смотрите мой канал, огромное спасибо всем подписчикам, просто я не знаю, какие слова еще выразить, чтобы поблагодарить. Как смог объяснил, если кому-то будет интересно, как я, я там уже говорил, по-моему, да, как я чищу дымоход, как он выглядит с той стороны, я бы снял и сегодня, и так уже много времени, наверное, не будете смотреть. Так что вот так, всего вам доброго, ни потека, ни подрыва, ни мухи, ни комара. Пусть у всех все будет хорошо. До свидания.